Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Это Координационный Центр, и меня зовут Георгий Георгиевский, и мы продолжаем серию видеоинтервью с друзьями, с участниками рынка регистрации доменов и хостинга, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня я беседую с Петром Павловичем Поломорчуком, бессменным лидером проекта «Хоста-обзор». Петр Павлович, привет! Здравствуйте! Обычно свои беседы с друзьями я начинаю с простого вопроса. С чего в твоей жизни начался интернет? Ну, само слово «интернет» у меня, как ни странно, связано с Путчем, 91-го года. Вот это да, а подробно? Да, да, я имею в виду слово. То есть, когда нас закрыли, работал я тогда на одном оборонном заводе, у меня было в Уроновой технике технологии, там был один из немногих в отделе компьютер, комната страшно охранялась с первым отделом, металлическая дверь, сейфовый замок, решетки на окнах, третий этаж. Да, и вот случилось 19 августа, я прихожу на работу, а там все опечатано, принтер мой недоступен, чтобы мы, не дай бог, чего-нибудь не сотворили. И спасибо партии родной, потому что от нечего делать, я взял своих ребят, и мы пошли на Дворцовую площадь поддерживать Ельцина. Да, и вот, собственно, тогда всплыло слово интернет в связи с чем? Именно в связи с тем, что тогда ребята уже наладили канал на Хельсинки. И вот информация тоненькой струечкой из Санкт-Петербурга все-таки текла в Хельсинки. А так как у меня много друзей было технарии, вот именно по нынешнему айтишников, вот, поэтому вот интернет, интернет, и вот тогда я увидел эту перспективную штуку. Кто-то ей больше всего понравилось в этом интернете? Вот именно то и понравилось, что границы не существует. В интернете нет границ, вот это самое главное, что запечатлелось. Вот, а так серьезно уже сам, как бы, в интернет я залез в году 94-м или 95-м, когда у нас появился в Санкт-Петербурге такой провайдер, как Webplass. Вот, это была странная контора по тем временам, потом они выросли в больших, нормально, не знаю, сегодня они живы или нет. А тогда это была такая конторка у них в Петербурге Достоевского, вот там, в районе Сенной площади, где-то вот в этих районах, в каком-то полуподвале был, типа офиса. Туда надо было прийти ручкой, там, что-то понаписать. Тебе выдавали дискету с Недскейпом. Так. Была какая-то почтовая программка, не помню какая, она тоже такая уникальная, ну все на английском, естественно, никакой поддержки русского, там вообще ничего. Но это было здорово. Это было много денег, но по тем временам это было в моем бюджете, то есть это меня не разоряло нисколько. Но я купил модемчик, тогда 14400 скорость. Это очень быстро по тем временам. Да, это самый крутой, я не знаю, динозавры-то помнят такие слова, как протокол 290, вот такое, тогда это была крутизна. И, собственно, вот тогда я залез уже в интернет, так нормально лазал. Вот тогда, ну, русскоязычных сайтов тогда по пальцам можно было пересчитать. Ну, это вот, как бы, мышь, вход в интернет. И так я и не вылез. Так и увязка готова. Да, да. А скажи, пожалуйста, птичка, которая пропала в этом интернете, что для тебя был интернет большой тогда, и что для тебя сейчас интернет, и разделяешь ли ты рунет и большой интернет? Ну, интернет, это вот, я не знаю, но получится пафосно, наверное, высокопарно, но это отдельный мир для меня, понимаешь? Аминь. Пафосно. Пафосно. Вот эти все противоречия, как-то вот, несогласованность вот этих законов, ну, она объяснима, кто ждал этот интернет, кто от него готовился. Вот, если в реале люди там за тысячелетия кое-какие правила выработали, нормы поведения, которые позволяют им сохранить себя, то в интернете пока еще этого нет. Единственное, что радуется, мы видим динамику развития этого интернета. Ну, мы так точно видим, с чего это начиналось, сколько понадобилось времени, чтобы это все вот, в это все переросло, что мы имеем сейчас. Поэтому это вселяет оптимизм, что общие нормы, правила вот эти все, они все-таки очень быстро установятся в интернете. И у нас перестанут возникать ситуации, где мы вспоминаем Роскомнадзор ежечасно, прочее, прочее, что это будет вот некий нравственный императив, скажем так, для интернета. Вот, как он существует для людей в реале, да, то есть мы знаем, не убей там, не укради, прочее, прочее. И оно сидит где-то у нас внутри, не надо нам постоянно читать ГЗОД, прочее, прочее, ой, ГЗОД, УК, РФ, вот, чтобы как-то сверять свою жизнь. Вот, я думаю, что очень скоро такая же картинка сложится и в интернете, и мы будем не делать ничего плохого, не потому, что нам кто-то запрещает, а потому, что нам это не надо. У нас внутреннее убеждение, что вот этого делать нельзя, вот этого делать нельзя. Вот очень будет жалко. Ну, я, конечно, оптимист, но не настолько, что я застану, но я верю, что это будет и будет очень скоро. Когда люди сами будут регулировать этот интернет без всяких каких-то сторонних. В этом году Координационному центру доменов РУ и РФ 20 лет. В этом году 20 лет проекту Хостобзор. Я хочу тебя спросить сейчас не о Хостобзоре, а именно о домене РУ, доменах РФ и о Координационном центре. Чем для тебя тогда, 20 лет назад, был домен РФ и организация, которая им управляет, и чем это стало для тебя сейчас? Ну, 20 лет назад домен РФ для меня был ничьем. Ну, его еще не было, да. Уголенову. Нет. Насчет того, что его не было, это да, его физически не было. Но его очень хотелось на самом деле. И если вы помните, вот первые попытки Естайл делал. У меня, кстати, вот есть даже сертификат на домен кириллический. Там это был, скорее всего, веб-неймс и домен РУ РУ. РУ, да, не РФ. Вот, поэтому рождение РФ, собственно, я был свидетелем почти его рождения, потому что анонсировали именно у нас на хостобзоре тогда. Я помню вас, вот, Координационный центр, Никерову, Маринку, вот какая напряженка такая, вот внутренняя какая-то напряженка и радость, когда отсчитывали. И вот 95 доменов за линеймс. Вот. И, собственно, я хочу что сказать, что домен РФ, он был востребован внутренне. Ну, я о себе говорю, я не говорю, что все человечество сидело, ждало, но он просился. Он органично, очень органично возник, и была радость. Была радость, ура, у нас есть домен РФ, и была благодарность. Вот именно тогда еще Андрей Колесников руководил Координационным центром вообще, вот, всем ребятам, которые вот приехали сюда поделиться этой радостью. Это как раз май же был такой радостный. Это здорово, это здорово на самом деле. Хотя вот с другой стороны, ты спрашивал, что домены. Я, честно говоря, я не понимаю, зачем человеку много доменов. Вот у меня есть один домен. Ну, РФ тоже, конечно, есть. Ждать, ждать и отказаться было бы глупо, конечно. Вот. Я не знаю, единственная цель, с которой плодить домены, вот, в разных зонах, ну, это просто, чтобы другие не заняли. А так для жизни, вот, один домен, мне кажется, даже проще с ним жить, его раскручивать, на него не отвлекаться. Двадцать лет хост-обзора. Мог бы ты представить двадцать лет назад, что проект независимого обзора хостинг-провайдеров, который ты затеял фактически, как энтузиаст этого дела, вот, для того, чтобы тебе самому было проще разобраться с тем обиде хостинг-провайдеров, которые есть на рынке, вдруг проживет такую яркую, такую насыщенную жизнь. И вообще станет таким мощным, внутриоторстливым стандартом, таком для встречи профессионалов. Расскажи, пожалуйста, как это началось? Да нет, конечно, если одним предложением сказать, что нелепее в проекте, чем в хостинг-провайдернете, наверное, нет. Никто, конечно, ничего не планировал, никаких грандиозных бизнес-планов, а тем более зарабатывания денег, такого не станет. Да, все было очень просто. Была курсовая работа у знакомой девочки, которую я ей помог сделать. Эту курсовую работу, а курсовая работа очень хорошо ложилась на тематику выбора хостера. Вот, эту работу меня попросили выложить, потому что она устала раздавать, ее списывать. Я там методику просто все расписал, была даже экселевская таблица, только свои эти данные подставляю. И, собственно, весь финек ленинградский наделал себе курсовый, вот именно по моему экселевскому файлу. Девочка попросила его просто куда-нибудь выложить в общий доступ. А это 2001 год, уже более-менее развитая инфраструктура была, уже умели с ФТП скачивать, сайтики какие-то были. Я его выложил в Ильюхосте, потому что там такой демпинг был, что отказываться было невозможно. А так как это было чисто рабочий момент, я его выложил и получил звоночек от Петра Зарытого буквально через неделю. Я не знаю, как они на этот сайтик попали, честно говоря. Ну, в общем, руководство Ильюхоста мне позвонило. Говорят, у вас очень интересный сайт, давайте мы вам домен в зоне РУ. А это, извините меня, по тем временам где-то около 20 долларов. Ну, правильно, 25 даже. Да, 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 да. То есть сумма такая, не сказать, что она бешеная, но чувствительная. Мы вам домен, хостинг бесплатно вообще никогда в жизни платить не надо. Вот пусть висит. Я говорю, а я согласен, только с одним условием. А у меня вот в том файле, как раз Ильюхоста был таким красивым, прекрасным. Собственно, это их и зацепило, наверное. Вот. Только с одним условием. Я вместо торговых марок пишу хостер-1, хостер-2, хостер-3. Вот. И никакой вашей рекламы на моем сайте не будет. Вот в таком. В реальности вас это устраивает? Я предполагал отказ, но нет, отказа не было. Более того, я познакомился с Антоном Нехороших, который был техническим директором. Мне так понравился этот мужик. То есть там такая куча идей всяких. Просто с ним общаться было интересно. А по поводу сайта мы как раз с ним и общались. Там разные вопросы эти. И начался хостер-обзор. Вот 1 марта 2001 года я зарегистрировал вот этот домен в зоне.ру. А до этого был бесплатный. pp.ru хостер-пп.ру Вот. И вот 1 марта мы, собственно, и считаем днем рождения проекта. И потом, почему он таким получился? Получился он таким только из-за того, что хостеры от меня не отвернулись. Вот. Отсутствие всякой рекламы вот этого, никакого кумовства, ничего. То есть это отдельный вот такой сайтик. Хостеры стали в каталоге регистрироваться. Мы сделали форум. И вот именно они диктовали, каким должен быть хостер-обзор. То есть мы делали то, что нужно хостерам. При этом никого не выделяя, не ставя выше. Отзывы, да, собирали. Мы их не редактировали. Мы удаляли только там, где нецензурная, не печатная лексика. Все остальное шло вот в таком виде. Пожалуйста, читайте. Тогда еще такой системы отзывов и бизнеса на этом не было в интернете. Это еще можно было терпеть. И вот он как-то вот так, благодаря хостерам, он добавлял. То есть мы туда добавляли всякие сервисы. Именно с их подсказки. То есть на самом деле я никто. Я просто вот та точка, вокруг которой все это начало разрастаться. Моих идей там... Ну, были, конечно, были идеи, но они были обязательно предварительно вынесены на форум, на обсуждение. Форум был закрытый. Там не было чужих людей. Там был клуб хостинг-провайдеров. Как возникла идея встретиться вживую? В общем, совершенно случайно. В «Элвис Телеком» была такая компания, она сейчас тоже есть. Там работала Екатерина Косарева, которая активно участие в нашем форуме, в том форуме онлайна он принимала. И она решила приехать по каким-то своим делам в город, в Санкт-Петербург. И ее очень беспокоило. А я так понимаю, это первый раз, наверное, как, как, чего. Ну, короче, я ее встретил на вокзале, проводил домой кашкой, накормил. И от фирмы «Нодекс» Рома Дорохин, технический директор, он тоже был активным участником этого нашего клуба провайдеров. И мы решили просто встретить. Ну, как обычно, приезжает человек, который знакомый в онлайне, а давайте встретимся. И вот, посмотрев на то, как проходит их беседа, вот тогда, собственно, и родилась вот эта мысль. А почему двое? А давайте мы всех соберем, кто сможет приехать. И мы постепенно, мы проводили в Москве, я помню, Оля Баскакова тогда, причем в какой-то чиновничной, по-моему, встрече. Но, тем не менее, тогда собралась компания «Идвина» цеть. И вот так это все разрасталось, разрасталось. И вот получилось то, что я никак закрыть не могу. Потому что меня постоянно спрашивают, когда будет, когда что. На протяжении долгих лет мы встречаемся на форуме «Хост-обзор» в загородном отеле «Раево» на Карельском перешейке. Скажи, пожалуйста, а другое место у «Хост-обзора» может быть для оффлайн-встречи? Вопрос сложный. На самом деле, мы первоначально проводили в городе. Это были сеть компьютерных клубов «Арктика». На Васильевском острове? На Васильевском острове, да. Проводили даже на Невском. Там был в Камагре-Дэше такой компьютерный клуб. Но это все были клубы, аффилированные с «Нодексом». «Нодекс» помогал мне это все организовывать. Потом мы с помощью «Истайла» два раза провели в Москве. Тогда Алексей Степутенко очень здорово помог с организацией. А потом жизнь сложилась так, что я решил провести за городом. Вернее, сначала я решил провести за городом. Вот именно мне порекомендовали отель «Райвала», из-за чего? Из-за стоимости участия в этом деле. Потому что граница города и области вот здесь 20 километров. То есть Зеленогорск – это еще город, там цены сумасшедшие в отелях. А «Райвала» – это уже область, цены в два раза ниже. И хостеры, я не знаю, может кто-нибудь и думает, что там миллиардеры. На самом деле это рабочие пчелки, которые, ну, доходы совершенно человеческие у которых. И для них стоимость, ну, это был такой параметр весьма важный. Мы приехали, мы попробовали, один раз здесь провели. Мне очень понравилась именно инфраструктура отеля, конференц-зал достаточный для нас вполне. Природа, все. И что самое важное, здесь очень легко создать атмосферу неформальную. А именно на это мы все эти годы нацелены и никогда от этого не отойдем. То есть у нас нет прессы, мы никого не приглашаем. Нам нужны откровенные беседы друг с другом о наших проблемах. Или поделиться радостью опять тоже. Иногда надо людям. А вот пресса, она... Не, ребята хорошие, но при них народ начинает работать на публику. Вот. И это уже не тот человек. Не тот человек. Даже я сейчас не тот. Потому что передо мной стоит камера. На самом деле я еще хуже. Вот. И менять... А потом вот как раз жизнь сложилась. Я уже ориентируясь на эту райволу, приобрел участок недалеко, поблизости. Решил там построить дачку. Ну, чтобы там всякие вот эти вопросы решать. С баннерами, релапами, чтобы было где хоронить. Ну, мне что ж так понравилось. Я, собственно, из города уехал и живу здесь. Вот. И поэтому менять райвола, ну, смысла просто нет. Даже экономического смысла нет. Организационного смысла нет. Потому что сегодня уже мы тут больше десяти лет, два раза в год вот проводим. Мне достаточно просто позвонить, чтобы решить какой-нибудь вопрос, который изначально решался писанием каких-нибудь служебных записок, там, гарантийных писем, прочего-прочего. И сегодня мне достаточно просто сказать, девочки, нам понадобится вот это и срочно. И это будет. И оно будет сделано. Поэтому мне просто легко здесь проводить. А так как у народа нет неприятия, то есть негатива никакого по этому месту, то, собственно, нет. Просто обзор будет здесь. Прекрасно. Это успокоительные слова для меня лично, потому что одно из самых райских мест на Земле это рощины и его окрестности. Вообще Корейский перешейк. А райволы это просто жемчужина. Пользуясь случаем, рекламирую райволы. Езжайте сюда все. Предоставляйте нам скидки за эту рекламу. Да. Скажи, пожалуйста, каков портрет сегодняшнего хостинг-провадения? Вот ты упомянул о том, что это рабочие пчелки, которые, в общем-то, имеют простую зарплату, как и все, живут не миллиардерствуя, без золотых унитазов и ёршиков. А вот они были такими всегда, немножечко времена меняются. Какими ты, лично, Петр Павлович Поломарчук, видишь сегодняшних хостинг-провадеров? Ты имеешь в виду компанию или представительную компанию? Как пойдет? Как вот у тебя, какой образ у тебя есть? Если это образ представителей, расскажи о представителях. Если это образ компании, можешь про компанию рассказать. Вот от себя. Ну, если говорить от себя, то, конечно, меняется образ хостинг-провайдера как объекта, как компания какой-то. Если все это дело начиналось с чистых энтузиазмов, энтузиастов, извините, то есть человек, вот портрет того хостера, это обязательно гик, помешанный на компьютерах, помешанный на сети, то сегодня это уже более-менее промышленное предприятие, я бы сказал, с собственной структурой. Если тогда раньше был один человек, и бухгалтер, и админ, и технар с паяльником, и прочее, прочее, он же тут же и кодер все это составляет, то сегодня это все рассыпалось по функционалу внутри компании. То есть если кодер, то это кодер такой, это супер-купер, если это администратор, это действительно администратор, супер-купер, то есть как бы уровень вырос, хостера, профессиональный, именно за счет делегирования вот этих обязанностей. Но раньше было интереснее, когда с одним или тем же человеком можно было и юридические вопросы обсуждать, и технические, и прочее, то сегодня надо пять человек сам раньше что-нибудь такое обсудить. Но для клиента, конечно, намного лучше, и в этом нет ничего странного, как любая отрасль, специализация проходит, собственно, раньше тоже был земский доктор, который отлечил от всего, сегодня мы имеем набор, даже не знаем, что это и болезнь, как называется тот доктор, который он ходит. Вот то же самое, собственно, и хостинги, хостинговая компания, если ее вот собрать в кучку, да, это получится вот тут хостинг. Но если залезть внутрь, посмотреть, то это очень сложная структура, литвистая, свои отделы этих поддержки, очень сложно, но очень интересно. Об интересном. Представь себе, что сейчас не 21-й год, а 31-й. У нас 30-летие КЦ, 30-летие хостобзора. Какой мир нас окружает? Какой интернет нас окружает? Осталось ли вообще слово интернет или заменилось каким-то другим термином или набором понятий? Какие будут вообще технологии? Попробуй представить. Слушай. Ну, на самом деле, я... Ну, никому не секрет, что я ухожу на пенсию, правильно? То есть возраст почти... Почтенный, скажем так, почтенный. И я вам молодым, красивым, хочу один секретик раскрыть. Я опросы не проводил, но мне кажется, что так думают все люди моего возраста. Умирать не страшно на самом деле, но обидно. Потому что впереди вот именно 31-й год, и так хочется его увидеть, посмотреть. Собственное воображение, конечно, рисует. Те корабли, которые бороздят, все должно измениться. Все это будет совершенно не так, как сегодня. Вот вспомните, мы с тобой... Интернет будет. Интернет будет как форма организации информации. То есть абсолютный бардак, где надо искать, прикладывать. какие-то усилия. Это не та структурированная библиотека 60-х, 70-х, куда ты приходишь, тебя каталог, ты четко знаешь. Твоя информация лежит вот здесь. Где лежит моя информация? Сегодня я не знаю. Я ее должен искать. И мне кажется, что вот именно в сторону какой-то структуризации должен развиваться интернет. интернет. Ну, собственно, мы примеры-то видим, да, вот в же Яндекс нам показываем. Если вспомнить 2001-й год, желтые страницы интернета, справочник Сигулаева, по-моему, если я не ошибаюсь, и там по разделам ты ищешь нужный тебе сайт, перебиваешь с бумажки поисковую строку, в адресную строку, извините. Вот. То сегодня мы уже, да, научились. Я вот смотрю, бабушка 80 лет, она сходу открывает Яндекс, сразу набирает там тапочки свои и получает какие-то сайты. То есть поиск, безусловно, в эту сторону упрощается и информация как-то структуризируется. И вот мне кажется, что 31-й год это очень легкий доступ к информации, к нужной информации. Не просто к информации, а именно к нужной тебе в данный момент информации. В какой физической форме? Ну, это бессмысленно. Вообще, кто про эти айпады, айфоны мог подумать еще 10 лет назад, что это вот и в такой форме будет. Ну, кроме их конструкторов, конечно. Вот. Поэтому как-то вообразить в какой форме, физической форме все это будет, я не смогу. Я только знаю, что это будет жирко и интересно. Встретимся здесь, в Райвере, в 31-м году и проверим, и сравним. Да. И сделаем следующее интервью, где сопоставим сегодняшние слова со словами 31-го года. Обязательно сделаем. В год 20-летие наших с тобой замечательных Координационного центра и хвост-обзоров. Что бы ты хотел пожелать Координационному центру доменов и РФ на ближайшие 10 лет? Ребята, все, что вам надо, это сохранить себя вот ту энергетику, которая есть сейчас. Вот все 20 лет меня поражала именно энергетика. Именно люди, которые в Координационном центре скучковались. Даже нет технологий. домен и РФ, да, события, безусловно. Но даже не оно поражало. Меня всегда поражала именно работоспособность, энергия, которая оттуда. Я очень рад, что Координационный центр много лет является соорганизатором и помогает мне вот с этим форумом. Энергетика бешеная, она не просто сама по себе где-то отдельно кипит, она меня заражает тоже, вот, вливаясь. Я очень благодарен Координационному центру вот именно за это. А то, что вот эти великие свершения, да, а иначе и быть не могло. Не может такая энергия выглопываться куда-то там в атмосферу просто так. Она обязательно что-нибудь ради. Я желаю вам именно сохранить вот это. Вот это зеркало. Я не знаю кто загодил, кто посеял у вас вот это. Ну, подозреваю. Но точно не знаю. Но вот именно сохранить вот эту энергетику это очень важно. В свою очередь от себя хочу пожелать проекту Хостобзор продолжать оставаться такой же доброй, такой же свойской, такой же внутренней внутрисемейной практически площадкой для общения людей, которые занимаются бизнесом хостинга, регистрацией доменов и всего около и железа компьютерного и поставок серверов и дата-центрами. Но мы здесь все собираемся для того, чтобы обменяться в основном информацией достаточно внутреннего характера, доверительной атмосферой, провести с толком, с чувством и в меру весело время и очень хочу, чтобы даже если ты соберешься на пенсию, ты оставался нашим бессменным лидером нашего проекта Хостобзор, потому что он принадлежит всему хостинговому сообществу, всем профессионалам той части рынка интернета, который двигает те самые сайты, тот самый набор информации, который потом откликается в поисковых системах. Спасибо тебе большое за беседу. Мы общались с Петром Павловичем Поломорчуком, руководителем проекта Хостобзор. Это Георгий Георгиевский, это Координационный центр, и мы будем продолжать. Всем пока. До свидания. До встречи. Продолжение следует...